В детстве Дарья Гринина мечтала стать дизайнером либо архитектором, но когда пришло время выбирать будущую профессию, она без сомнений решила для себя, что будет врачом. Девушка пошла на факультет педиатрии и готова посвятить работе с детьми всю жизнь. В новый коллектив Дарья влилась очень быстро. Во всем мне помогают мои коллеги. По любому вопросу в любое время можно подойти, позвонить и знаешь, что тебе пойдут навстречу, помогут во всех вопросах. Сложности в работе только в том, что еще не привычно. Очень много бумажной работы, очень много новых форм, которые вроде когда-то изучали, но на практике встречаешься впервые с ними. В наш город Дарья приехала из города Чистополь, Республики Татарстан в начале сентября. Переезд в закрытый город поначалу немного пугал девушку, но как только она сюда попала, страхи отступили. Очень уютный, чистый город, признается Дарья. Работа с детьми, по ее мнению, требует особого подхода. На приеме основной источник информации для врача в первую очередь родители. Очень важно, чтобы родители пристально наблюдали за ребенком и могли описать его жалобы. И если родитель не может описать его жалобы, надо находить это все на приеме. Поэтому каждому ребенку нужен отдельный подход. Кто-то сразу тебе все расскажет, а кто-то поплачет сначала, отвернется от тебя и только потом уже будет рассказывать, что у него на самом деле болит. О том, как поддержать иммунитет ребенка в осенне-зимний период, как защитить его от гриппа и ОРВИ, и почему важна вакцинация, расскажем в ближайшем выпуске новостей. Полную беседу с доктором вы найдете в нашей рубрике без комментариев. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Ряпов, служба новостей, Саров, 24.